Йоу, сап! Чего? Воу-воу-воу, подождите, не торопитесь кидать в меня помидорами. Ранее мы с вами уже виделись на канале Стаса, и наш прошлый коллаб был воспринят достаточно критично, и на мой взгляд, весьма заслуженно. Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали ебаник, ладно? Но время мы даром не теряли, и в этот раз я постараюсь быть более полезным и компетентным. Мы будем рассматривать уже подготовленную мной аранжировку, но прежде чем мы перейдем к разбору, мы проведем небольшой мозговой штурм, дабы ближе подобраться к истине и быть духовно готовыми. Я сам с большим трепетом и должным уважением отношусь к работам скриптонита, и поэтому референс на данное направление его музыкального творчества было для меня не просто каким-то спортивным интересом, а некой профессиональной целью. Надо же держать марку у скриптоведа всея ютуба. В предвкушении, что же будет дальше? Приступая к написанию работы в данном стиле, важно понимать, что группа скриптонит — это проект не одного человека, а целой музыкальной группы. Музыка скриптонита сама по себе очень многослойна, а здесь в написании принимают участие сразу несколько высококлассных музыкантов. Поэтому наша задача усложняется в несколько раз. Ровного столько же, сколько есть дополнительных участников в данном проекте. Использовать мы будем в основном живые инструменты, потому что наша музыка должна звучать достаточно аутентично. В этом нам поможет библиотека EthnoWorld, которая работает на платформе «Контакт». Мы рассмотрим только часть композиции, потому что наша цель — это понять схему и логику. Для данной задачи вот этой части хватит с головой. Нам с вами нужно понять, каким же образом строится аранжировка. Тут действует принцип многослойности. Давайте мы начнем, пожалуй, с низов. И, как вы видите, вступление у нас идет вот с этой вот части. Здесь у нас звучит вот такая гитара. В данном случае я использовал библиотеку EthnoWorld. Данная гитара звучит очень живо с необходимыми нам обертонами. То есть, если синтетический звук, он абсолютно чистый, то в данном случае мы слышим характерный треск для живых инструментов. Это то, что нам необходимо. Вроде логично. Но данная бас-гитара заполняет лишь верхнюю часть низов. Нам нужно заполнить весь звуковой спектр, поэтому нам на помощь приходит... Что нам приходит? Нам приходит вот такой вот бас. То есть, в принципе, партии очень похожи, но они все-таки отличаются. Давайте послушаем, как это звучит у нас вместе. Мы с вами упустили одну очень важную деталь. Мало написать мелодию, нам нужно ее немного очеловечить. Что мы делаем для этого? Во-первых, давайте посмотрим, как у нас выглядит готовый вариант. Мы видим, что у нас ползунки Velocity выставлены определенным образом. В принципе, не важно, как они будут выставлены. Главное, чтобы они звучали с разной громкостью. Если мы чуть-чуть ближе присмотримся, то мы увидим, что некоторые нотки, как, например, вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, в принципе, они у нас стоят не ровно по сетке. На музыкальном языке это называется свинг. Мы будем использовать свинговый ритм. Как мы это делаем? Сейчас я вернул все, как было изначально. То есть, ползунки Velocity у нас до конца наверх. Мы выделяем все наши нотки с помощью Ctrl-A. Вызываем эквантайзер с помощью Alt-Q. И вот нажимаем на вот эту вот стрелочку. Нам выпадает вот такой список. И нам необходимы вот эти вот две менюшечки. Groves и Levels. Первое, что мы делаем, это заходим в Groves и выбираем свинг 50% или 75%. Я выберу 75%, выбираю Accept и проделываю все то же самое. Вызываю квантайзер, нажимаю на стрелочку. И теперь уже захожу во вкладочку Levels. И здесь мы выбираем, например, Jungle. И у нас наши ползунки Velocity выстраиваются определенным интересным образом. Важная деталь, которую мы забыли упомянуть. Выбираете из меню Groves какой-то пресет. Необходимо немного подкрутить Start Time. Чем сильнее вы его крутите, тем сильнее будет эффект. Попробуем сделать его вот так вот процентов на 45. Принимаем, слушаем, что получилось. То есть, если мы приблизимся чуть-чуть поближе, то мы увидим, что наши нотки немного сдвинулись. Что, в принципе, очень характерно для живого исполнения. Потому что человек, исполняющий ту или иную партию, он не может играть абсолютно точно в ритм. То есть, здесь у нас действует примерно такой же принцип. И точно такую же схему мы применяем для нашего баса. То есть, тоже, как видите, у нас нотки немного в некоторых местах сдвинуты. Теперь очень важный момент. Так как у нас нету какого-то четкого определенного грува, нам необходимо усилить нашу ритмическую составляющую. Для этого мы добавляем вот такую вот классную вещь, которая называется Прямая бочка, ты моя дочка. Короче, мы добавляем вот такой кик. И наш ритм очень круто усилился. И у нас появился какой-то определенный вайб, как бы он круто нас накрывает. И сейчас, что мы с вами сделали? Мы с помощью баса, с помощью гитары, с помощью кика, мы заполнили весь нижний спектр. Теперь нам нужно перейти к среднему слою и добавить что-то в середину. Лично я использовал вот такой вот инструмент, тоже из библиотеки Ethno World. Слушаем. Вот так у нас выглядит эта менюшечка. Называется Хурду-Гурду. Этот инструмент долго не могли мы вспомнить, потому что название дико странное. Но это нам подходит как нельзя кстати. Как видите, здесь у нас, в принципе, готовый лук. Почему я выбрал именно его? Потому что он изначально подходит под концепцию ритма. Потому что ритм в данной композиции у нас такой... Такой же ритм был в песне «Танцуй сама» того же самого Скриптонита. Единственное «но», что нам нужно будет сделать, это немного подогнать под наш проект. Во-первых, немного убавил pitch. Вот здесь вот настройка tune называется она. Немного убавил скорость, speed. Делается это вручную на слух. Давайте послушаем, как это звучало изначально. Звучит прикольно, но это слишком высоко. Поэтому мы его опускаем на 12 полутонов вниз. Немного замедляем по скорости, чтобы он совпадал со скоростью нашего проекта. И мы получили уже не Хурду-Гурду, а что-то больше похоже на аккордеон. Подобный инструмент Скриптонит использовал в одном из своих треков, который называется «Сенсимелия». Итак, давайте послушаем, как у нас низ и середина звучат вместе. Итак, и теперь самая интересная часть этой аранжировки, это у нас вокальная партия, которая звучит вот таким вот образом. То есть вот эта вокальная партия, она у нас заполняет уже верхний слой, и у нас получается такой некий сочный бульгер из классных инструментов. Вот, теперь давайте по порядку проясним, что же здесь у нас происходит. Скорее всего, вы сейчас подрастроились, потому что подумали, где же я найду вокалистку с таким прекрасным голосом, которая споет мне такую непростую достаточно партию. И я вас обрадую, потому что все гораздо проще. Это сделать можете вы самостоятельно, и для этого вам абсолютно необязательно обладать какими-то невероятными вокальными навыками. Все, что необходимо, это прямые руки. Что мы сделали? Сейчас будет удивление, потому что изначально вся эта штука у нас звучала вот таким вот образом. Нет, она звучала даже не так. Она у нас звучала вот так вот. Что это такое? Это не брачный зов одного какого-то животного, это на самом деле мой прекрасный вокал, точнее попытки его изобразить. И из этого можно сделать вот такой вот прикольный звук. Что мы для этого делаем? Давайте посмотрим по порядку. Вот мы кинули наш прекрасный вокал на первую дорожку микшера. Первое, что мы делаем, это обработка вокала. То есть, неважно, это и длибы, или это там речитатив, или что-то еще. Необходима первичная обработка. Это компрессия, эквализация. Ну и желательно еще параллельная компрессия. То есть, мы его немного поджимаем. Примерно вот такие настройки. Комментировать особо нечего. Единственное, что я поменял, это треш-холд на минус 30 дБ где-то в этом районе. То есть, не принципиально важно. И рейчо на 4 к 1. И дБ немного поднял на 5 пунктов. Далее, эквализация. Вот примерно такую эквализацию я использую на вокальных партах. То есть, мы срезаем низы, немного подрезаем нижнюю середину. Это не шаблон, ни в коем случае не воспринимайте так. Ну, то есть, в данном конкретном случае я сделал так. Где-то могу сделать по-другому. Но принцип примерно такой же. После чего, естественно, мы накидываем автотюн. Мы выставляем нужную тональность. Делаем достаточно грубые настройки, чтобы не было никакой фальши в нашем вокале. После чего идем дальше. Что мы здесь изобразили? Я срезал верха и низы для того, чтобы был эффект, как будто вокал у нас идет из такой телефонной трубки. И дальше еще одна очень важная часть. Это наш growth beat. Мы выставляем настройку 1 к 2. И звучать это у вас будет вот так вот. То есть, как вы понимаете, это не то, что нам надо. Чтобы сделать то, что нам надо, мы выставляем вот этот вот ползунок примерно на серединку. Можно чуть больше, можно чуть меньше. И тогда у нас получается вот такое интересное двухголосие с интервалом в октаву. После этого мы используем вот такой вот плагин, пресет Hard Bounce. Что он делает? Он нашу вокальную дорожку очень сильно раскидывает по панораме. И то есть, просто швыряет ее, как котенка об стены, и у нас получается вот такой вот звук. То есть, у нас появляется такой некий эффект гейтирования. Очень прикольный эффект, когда у нас гуляет из одного уха в другое. Именно вот этот эффект очень любит скриптонит. Особенно он любит его использовать на своих вокальных партиях. Но все равно на данном этапе это звучит достаточно грубо. И чтобы сгладить вот эти углы, мы прибегаем к помощи плагина Tremulator. Мы можем там настроить, использовать примерно любой пресет, потому что эффект будет примерно один и тот же. И вместе с Tremulator у нас звучит вот таким образом. То есть, суть этого плагина заключается в том, что он автоматизирует ручку громкости и плавно прибавляет ее, убавляет, прибавляет, убавляет. И теперь нам нужно сделать параллельную обработку нашего вокала. Во-первых, мы делаем параллельную компрессию. Мы посыл с этого сигнала делаем на соседний. Здесь у нас будет параллельная компрессия. Как мы ее делаем? Мы просто накидываем сюда компрессор и выставляем примерно вот такие настройки. Как видите, они достаточно жесткие, но в этом и заключается суть параллельной компрессии. Далее мы делаем посыл на канал с реверберацией. То есть, обратите внимание, реверберацию мы делаем не на самом канале с основным вокалом. Мы делаем его на сент-канале. Во-первых, мы делаем это для того, чтобы сохранить сухой звук, наш сухой вокал. И также это делается для того, чтобы звук самой реверберации мы могли изменять как нам угодно, не затрагивая при этом сам сухой звук. С ревером у нас звучит вот так. И далее мы это усиливаем стереообработкой. То есть, у нас, в принципе, здесь и так очень достаточно сильное стерео. Делаем мы примерно следующее. Мы создаем задержку между правым и левым каналом. Это можно сделать с помощью фрути-шейпера или с помощью фрути-стерео-энхансера. Это звучит у нас вот так вот. Звучит прям очень по-скриптонитовски. Давайте послушаем, как это звучит вместе с нашим низом и вместе с нашей серединой. И как вы успели обратить, наверное, внимание, здесь еще присутствует вот такая часть. Это не что иное, как реверс. Сделать его достаточно просто. Мы заходим, открываем наш прекрасный вокал. Вот так он звучал изначально. И мы вырезаем небольшую часть начала с помощью Ctrl-X. Все остальное удаляем. Вставляем обратно нашу вступительную часть. И делаем примерно следующее. С помощью Alt и стрелки влево мы переворачиваем нашу звуковую дорожку. И с помощью вот этой кнопочки мы создаем реверс. Настройки. Drive вниз. Wet наверх. Добавляем Add Tail. Чтобы у нас был хвост. Применяем все это дело. Вот так у нас теперь все это выглядит. Выделяем. И еще раз нажимаем Alt влево. То есть мы перевернули наш сигнал. И теперь его мы перетаскиваем вот сюда. Но в данном случае он у нас звучит без обработки. То есть нам тоже нужно его как минимум обработать. Попробуем его кинуть на наш канал с эффектами. Поднимаем Pitch. И вот вуаля мы получили нужный нам. Давайте теперь быстренько разберем перкуссию. Здесь перкуссия достаточно очень простая. Мы стараемся выбирать живые звуки. Живую перкуссию. Первое у нас это... Это тамбурин. Все очень просто. Он у нас звучит вместе с киком. Вот это очень важный момент. Вот этот перк, вот этот перкуссионный элемент, он создает как раз-таки наш основной вайб, наш основной ритм. Если мы включим метроном, то мы почувствуем вот этот вот этот вайб. Именно вот этот прием использовал Скриптонит в своем треке «Танцуй сама». Я думаю, все понятно. Опять на каждый удар с киком у нас звучит теперь вот такая вот штука. Причем важный момент, что они у нас... Они у нас меняются. Сильная и слабая доля. Финальный штрих. Вот такой вот перк. У меня это ассоциируется с такими ложками. Или шейкер. В принципе, одно и то же. Как видите, в перкуссионной составляющей здесь сложного ничего нету. И давайте теперь послушаем, как это все звучит вместе. Уже в сведенном варианте. А само сведение вы уже разберете со Стасом. Слушаем. Только что Руслан показал вам самые интересные части, как он все это делал, из чего состоит трек, всю его структуру. А мы сейчас сделаем сведение и заставим звучать вместе и работать вот эту всю грувовую часть, чтобы этот трек был таким вот драйвовым, крутым и классным. Если вам нравится это видео, если вам нравятся нестандартные работы, если в конце концов вам нравятся коллаборации, то поставьте лайк под этим видео и напишите об этом в комментариях. Может быть мы повторим. Вот тут вот наша основная часть. Это наш основной грув. Он складывается из вот этих инструментов. Ну и из кика, конечно, еще. Сейчас мы будем с ними работать. Но для начала мы сделаем так, чтобы аккордеон, ну предположим, что это аккордеон, хорошо звучал с басом и вот с этой бас-гитарой. Давайте начнем. В первую очередь на нашу бас-гитару нужно повесить соответствующий эффект. Это CLA бас из пакета Waves. Это топовая штука, но я небольшой фанат. Вот таких вот коробочных решений, когда все в одном. Но тут есть очень крутой пресет, который прям идеально подходит под этот бас. Вот особенно в начале. Вот этот, прям вот этот весь треск. Ух, как хорошо, как круто. Перед этим повесим параметрик обязательно, чтобы сделать примерно вот так. Делаем High Pass и очень аккуратненько его ведем. Можно вот так. И включим бас сразу. То есть вот так вот без. Вот так вот с CLA басом. То есть с помощью CLA бас и параметрика мы отпилили саб бас. То есть вот именно всю самую низкую составляющую и оставили. Только низкую середину. Вот этот весь самый жир. А басовую роль будет выполнять вот этот бас. К нему мы тоже перейдем. Но перед этим давайте повесим сюда еще Transient Master, чтобы добавить немножко атаки. Вот эти все, чтобы вот эти шумы, чтобы все это выделить. Но, конечно же, мы повесим его. Ну, процентов на 19. Я думаю, больше не надо. И контрольный эквалайзер Pro Q, чтобы понять, что мы чуть-чуть лишнего отпилили. Вот так. И вот именно вот этого места еще немножко убавим. Вот да. Вот так это и должно звучать. Теперь перейдем к этому басу. Тут все не менее интересно. Нам тоже понадобится CLA бас. Только мы настроим ее вручную. Убавим весь верх. Добавим компрессии. И немножко отпилим баса. Потому что у нас еще есть кик. Вот как-то так уже нормально. На мастере софт-клипер на всякий случай. Вот этот аккордеон довольно интересная штука. Я знаю, что это не аккордеон. Я буду его так называть просто потому, что неудобно. Я повешу на него декабитатор, чтобы сделать вот так. Потому что так круто. Нет, на самом деле мы будем крутить вот так. Я его хочу повесить сюда, потому что эквалайзеры это не круто. А здесь очень мягкий, очень аккуратный хай-кат. Про эквалайзеры, конечно, это шутка. Эквалайзеры это круто. Можно сделать вот так. И тон чуть-чуть в дарк. Чтобы он не был слишком ярким. И вот немного добавим ему сатурации. Чтобы он был таким более насыщенным, более красивым. Слушаем все вместе. То есть убавим его. Вот так это и должно звучать. Перейдем к кику. После этого мы, конечно же, будем более точно настраивать громкость. Еще я хочу отсюда все-таки от аккордеона отпилить немного лишнего низа. Вот таким вот образом делаем лоу-кат. И вот немного шельфа добавляем. То есть не шельфа, а белла. Еще есть такая функция. Вы о ней прекрасно знаете. Подрезать резонансики. Типа вот так делаем. И капельку. То есть вот эти штуки сильно трогать не надо. Иначе вы покалечите свой микс. И он станет стерильным, некрасивым и плоским. Даже я лишнего немного убрал. Вот так. И можно еще немножко отпилить вверх. Самую-самую малость. Слушаем вместе с остальным. Пока тут только с бас-гитарой. Вот так хорошо. Отлично. Вот так вот работает отлично. Теперь на кик мы повесим с вами параметрик и Transient Master. Transient Master нам нужен для того, чтобы добавить ему сустейна. Чтобы он был мягким и выпирающим. Чтобы немного вытащить ему хвост. И еще мы отрежем где-то вот в районе вот здесь. Вот. Вот да. Вот тут. 400 Гц выпиливаем. И возвращаем. Видите? Он такой более среднечастотный. А сейчас мы эти средние частоты вырезаем. Даже можно еще посильнее вырезать. Чтобы сделать его именно таким просто глухим, низким. Еще мы сделаем сайдчейн. От него правой кнопкой мышки сайдчейн. Сайдчейн 2D-стрек, сайдчейн 2D-стрек и сайдчейн 2D-стрек. За счет того, что бас будет очень басовым. Мы сможем сделать его мягко выделяющимся. То есть он не будет прям долбить. Он будет прям аккуратненько задавать ритм всего движения. И сейчас вы узнаете как это получится. Потому что будет прям круто. На каждый канал вешаем лимитер. Давайте сразу создадим сайдчейновый какой-нибудь пресет стандартный. Типа чтобы сразу все это работало. Потому что я люблю пресеты. Вот берем этот пресет. Сохраняем его. Зовем его SC. Чтобы сразу так оп и включили его. Включаем сайдчейн. Все. И настраиваем. Трэш-холд это громкость срабатывания. А ратио соответственно степень сжатия. Вот да, так хорошо. Теперь на второй канал тоже вешаем лимитер. Снова выбираем пресет, который мы только что сохранили. Выбираем здесь вот название канала Кика. И идем на третий канал. Кик очень сильно выпирает. Теперь все это вместе при поднимем по громкости. Выделяем все и поднимаем. Надо послушать со всем остальным. Пока выключим вот эти все звучки. Теперь давайте перейдем к нашим дополнительным звучкам. Сделаем их групповой канал. И давайте сразу же все убавим и будем выставлять их по одному. Сюда мы повесим параметрик. Вот с таким пресетом. Просто сразу отпилим весь нижний, лишний низ. И мы будем действовать на каждом вот этом звучке всегда одинаково. То есть отпиливаем всегда самый лишний низ. И всегда вешаем, ну почти всегда вешаем стерео шейпер. Теперь мы повесим J37 на канал с нашими этими звучками. Выберем, как обычно, мой любимейший пресет. И убавим noise. Потом повесим центр стерео. Low на центр, High на sides, Punch на центр. Чуть-чуть добавим side, чуть-чуть убавим mid. Теперь на Pro Q2 смотрим, что у нас получается. И в общем-то все неплохо, но можно вот это немножко прибрать. Даже можно это удалить. И просто сделать сильный стресс вверх. Такой. Все, что мы не слышим, можно убрать. И можно сделать мягкий стресс снизу. Слушаем все это в миксе. И повесим сюда же еще лимитер. И сделаем сюда сайдчейн от кика. То есть сайдчейн, то есть стрек. Выбираем здесь наш пресет SC. Выбираем здесь кик. И нам нужен довольно мягкий сайдчейн. Вроде бы все играет вместе. Теперь я совершил одну небольшую ошибку. Надо было сразу повесить на мастер Озон. И, грубо говоря, делать все уровни, делать все обработки. С учетом того, что у нас после этого будет именно максимизация. То есть мы будем долбить звук по громкости вверх. То есть ставим все тут ARC4. Включаем вот это все. Вот это все. И воспроизводим. И чуть не забыл. Нам же нужно, чтобы кик звучал красиво. Поэтому кик мы тоже расширим с помощью Озон и Майджер. Повесим сюда Озон и Майджер. Делаем где-нибудь 360. Да, примерно полутора килогерц. Включаем стереоайз. И слушаем. И уже картина становится более интересной. Включаем. Теперь идем в Озон. И делаем, опять же, мою любимую стандартную настройку. Она не меняется из видео в видео. Вот у меня просят видео. Как стать мастером Озона. Но в чем прикол этого, если я всегда выбираю одни и те же пресеты. То есть всегда убираю эквалайзер. На динамике выбираю всегда аналог. Что там, аналог динамик. Потом ставлю динамический эквалайзер. Выбираю Low End Control. Потом всегда ставлю E-Major. Enhanced Pace. Потом ставлю всегда Exciter. Gentle High End. После этого ставлю Vintage EQ. Выбираю тут 200 Гц. И делаю вот так. Пацаны, мастер Озона за 30 секунд. Делаете все вот эти настройки. И после этого по очереди их отключаете. И пробуете разные комбинации. И тогда вы поймете, какой пресет вам не подходит. А какой подходит. Потому что я примерно знаю, какой звук я делаю. И вот такая комбинация мне обычно заходит на 100%. И вот всегда вот такую расстановку эффектов по порядку между собой я использую. И теперь давайте удостоверить, что у нас все в порядке. То есть кика можно добавить. И добавить еще немножко громкости на зоне, на мастере. Доставим лидирующую роль нашему вокалу. Все это вот это немножко убавим. Всю группу. Теперь немножко убавим наши перкуссии. Теперь можно прослушать все вместе. И все готово? Наслаждайтесь громом! Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот трек получился. Его автор Руслан. Я в основном тут только содействовал. Ссылка на канал Руслана будет в описании. И в конце видео вы можете перейти на него, посмотреть. У него есть интересные видео. И в общем-то на этом все. Если вам понравилась эта работа, то обязательно поставьте лайк под этим видео. Напишите, нравится ли вам коллаборации, нравится ли вам нестандартные треки, нравится ли вам такое вот атмосферное звучание. Мы старались, мы работали. Я уверен, вам понравится. Если видео было, опять же, неинтересным, бесполезным, вообще дурацким, то ставьте полностью заслуженный дизлайк. Посмотрите другие видео на моем канале, на канале Руслана. Подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал Руслана. Чтобы заказать обучающий курс по битмейкингу, напишите мне, ссылка на мне в описании. И на этом у меня точно все. В начале видео с вами был Руслан, сейчас с вами был я. И пока. Увидимся в следующем видео.